Григорий Данилевский Бес Эпиграф Не так страшен черт, как его молюют. Поговорка Дед поставил ружье в угол, уселся на теплорежанке и стал рассказывать. Это было в изюме, — говорил он, — на святках. Шел мещанин Явтухша поваленка по дальнему переулку, заглядывая во все окна и затрагивая всех прохожих. Шел уж поздно на заре на вечернице, то есть посиделке, которые справлялись на десятькопеечную складчину молодежи ближней слободки в лесу на водяной мельнице. И потому-то он нарядился в пух и прах. Синие нанковые шаровары, так что купленные на торгу, были туго перетянуты ремнем с висящим на нем гребенкой и коротенькой трубочкой. Концы шаровар были засунуты в высокие железными подковами сапоги. Поверх белой рубахи с синим и красным шитьем у воротника на плечи молодецкие была накинута серая свитка, а на волосы была надвинута высокая с синим суконным верхом черная барашковая шапка. В его левом ухе болталась серьга, а из кармана шаровар выглядывал конец желтого с развонами платка. И шел он, предаваясь всяким потехам. То просунет голову в узенькое окошко под слеповатой бабой вдовы и над самым ее ухом крикнет «О-ху!», то совершенно неожиданно перед домом волосного писаря начнет на руках и ногах вертеться колесом и роняет по пыльной дороге то трубку, то платок, то целую дорожку пятаков, или погонится за толпой у разряженных девок, хотя разбегутся от него с визгами и криками, как стая воробьев от налетевшего ястреба. То, наконец, у ворот двух соседей и стариков с громким криком «Ходил горбуз по горду!» пускается отплясывать в присядку. Сапоги его звенят под ковками, выбивая лихой танец. Густая пыль летит столбом, и в облаке ее мелькает по временам баранья шапка, складка шаровара, его длинные черные усы. С громом летит мимо таратайка проезжего купца, и последний, подняв с подушек изумленное лицо, смотрит, и спросоний, не понимая, что перед ним делается, исчезает в конце улицы. — Молодец! — говорит в однослово ватага парней, дям ним плесуна. — Молодец, Явтух! Молодец, гуляка шаповаленком! И Явтух понимает, что он точно молодец, потому что, наконец, и головы столетних старцев подымаются перед ним, и устремляются на него глаза тех людей, которые уже столько лет с утра до ночи сидят, как могильные камни у своих ворот, и смотрят в землю, не поднимая головы ни перед чем на свет. — Люба жить на свете, и вот так Люба! — думает, между тем Явтух, минуя околицу и огородами побираясь к лесу. Тряхнул он волосами, надвинул шапку, подтянул ту же пояс и взглянул на ясное звездное небо. Звезды дрожат и будто колышутся, точно огоньки воздушных свечек. Но вот из-за леса послышался дорогий говор и смех, хата Мельника скоро выгнет из-за деревьев, а там веселье, шум, толкотня, и среди всего красавица Найда, дочка Мельник. — Что за крали это Найда? — думал я, Втух, пробираясь к околице и перескакивая то через камыш, то через ров, обросшая сокой. — Была не была. Скажу сегодня всем, что Найда — моя невеста, и что я женюсь на ней, посмотрю тогда, как заортачится старый Мельник. И, разведя кусты, он смело вошел в лес. Темнота и мертвая тишина кругом. Ни соловей, ни филин не оглашают лесом. Между деревьями на месяце сверкнуло болото. Через него по мостику из бревен ветвей лежит дорога. Подойдя к болоту, Втух бодро ступил на мост, размахивая длинную хворостиной и расточая разные замечания насчет людского трудолюбия. — Эка, народ, эти изюмцы! Пять лет копались по пояс в воде и выстроили такой мост, прости господи, что с нечистым не разминутся. А уж куда, как не объемист этот вражий сын! И вдруг он видит, как раз на средине моста, у селых что-то маленькое, худенькое, черненькое и мохнатое. Я Втух к нему, и оно сидит, и такое зеленые глазки сверкают, как у кота. Я Втух закричал «Брысь!» Оно и ухом не ведет, и только виляя, и черным, и длинным, как у собаки, хвостиком. — Э-э-э-э! Дело недоброе! Только упомянул нечистого! А уж он подвернулся! — Постой, что иродова душа! Я тебе покажу, как вашего брата учат! Он быстро подошел и со всего размаха хлестнул его длинную хворостиною, завизжал, залаял бес, как собака, и кинулся под ноги парня. Я Втух пошатнулся, скользнул с мостика и со всего размаха полетел вниз усами в болото. — Вот вода от вода! Да и холодная какая! — пробурчал он, выкопавшись в лужи и опять взбираясь на тощие бревна. С его шаровар, с рубахи и с усов текло, как с крыши во время дождя. — Эх, ма! — прибавил он, осмотревшись и уворачивая карманы шаровара и свитки. — Ни кисета, ни платка, ни денег нет! Все там! И он показал в воду. — Погоди ж ты, бесов сын, я тебе утру нос! Заставил выкопаться, точно пьяного мускаля! И на вечерниц теперь опоздаешь! Ах ты, свиное твое ухо! Ах! И в самом досадливом расположении духа он пошел обратно в зюм. Он шел, едва передвигая ноги от намокших шаровар. А тут ему казалось, что за плечами по кустам кто-то шагал и будто говорил ему, что, брат, смеяться вздумал, что, драться вздумал, вот теперь пляши и пляши! Закипела месть в его груди. — Не поддамся! — крикнул он и плюнул. — Добегу до хаты, переоденусь, поспею на вечернице! — сказал, и вовсю прыть понесся к изюму. Но не добежал Евтуха до половины пути, как холод стал пронимать его до костей. Он остановился, оглянулся по полю и, не видя вокруг ни души, присел в траву, да, недолго думая, и начал раздеваться. — Теперь не будет холодно! — сказал он себе, взял свитку и рубаху подмышки и еще шибче побежал, несяз по высокой траве и перепрыгивая через руи и кочки. Месяц, кстати, спрятался в тучи и не смотрел на полураздетого парня. Изюм скоро выглянул из-за пригорка. Огороды Евтух миновал счастливо и, прошмыгнув под заборами, вбежал в околицу. Тут он остановился и бросил пугливый взгляд по сторонам, на улице ни души. Старики и бабы сидели уж в хатах, а молодежь повалила на вечернице в подгородную мельницу. Евтух вздохнул свободнее и в потьмах пустился дали. Но не миновало на четверти улицы, как из ворот мещанки и хиври, Микитренковой с песнями и криками выступил в атага девушек и длинный, как цапля ткач, юхим бублик. Разряженная толпа щебетала вокруг ткача, а он со всякими припасами для вечерниц важно шел по улице. Завидел девок Евтух и обомлел от ужаса. Мокрую свитку и рубах он оставил на дороге. Под огородом, думаю, завтра рано взять их оттуда. Вот это беда, бедатка, беда, подумал он. Да так в одних мокрых шароварах и остался посреди улицы. Ватага приближалась к нему. Уж девки близко, уж он слышит их голоса, как счастливая мысль мелькнула в его голове. Он оглянулся, вскочил в первые ворота и забился под опрокинутую бочку. В то же время выглянул месяц, песни и говор раздались над самым ухом. Ох, постойте, девки, я кого-то видела. И я, и я, и я видела. Посыпались звонкие голоса, и толпа остановилась у самых ворот. Евтух ни жив, ни мертв сидел под бочкой. Куда ж оно делось, как в воду упало, заметили некоторые голоса. Да точно странно, куда б ему деться. Так что видели. Да не под бочку ли залез какой-нибудь дурень? Заметил Рябай, касая Векла. Может быть, под бочку. Отзвались другие и уж направились к бочке. Да нет. Постойте. То верн слепой Кондрат проснулся и зачем-то выходил из хаты ночью. Перебил ткач. Ну, так и есть. Захатали девки и, поглядывая на прокинутую бочку, пошли далее. На душе у Евтуха отлегло. Он выглянул, переждал, пока толпа исчезла за околицей. И что ей с духу понесся по улице. Прибежал к своей хате. Ударился в дверь. На двери висит замок. Дверь заперта. Он к окну. Оно изнутри заперто. Да и без того в окно разве одна рука его могла бы свободно пролезть? Ах ты, судьба моя горемычная! Сказал он себе чуть не сквозь слезы. Надо же было матери уйти из перед двери. Ну, где теперь найду? И он с досады хлопнул кулаком по двери. И вдруг слышит за его плечами в темноте, кто заливается тихим дребезжащим смехом. Евтуха вернулся и наставил перед собой увесистый кулак. Не поддамся я тебе, каянный, не поддамся, да ищ при случай побью. Хоть в чужую юбку и в бабьи чужие башмаки оденусь, а вот пойду на вечерницы и горилки напьюсь, и с моею красавицею насмеюсь над твоей собачью хари. Сказал и подошел к окну соседней хаты. В хате не было ни души. Месяц отражался на гладком полу, на печи и на полках уставленных посудой. Он вошел во двор, ступил на крыльцо и толкнул ногою дверь. Дверь отворилась. — Это не по-нашему, — заметил он. — Не запираются, как от татар, прости господи. Вошел я в тух в хату своей кумы, молодец и в гилободы, у которой муж был в отлучке на заработках. Припер дверь за совом, достал из печи уголь и засветил огонь. Кума посердится, да и простит. А на вечернице я все-таки попаду, — подумал он и стал снимать со стены оставленные наряды соседки. Надел длинную женскую рубаху, голову повязал платком, надел красные башмаки с подковками, а жерелье доброго маниста накинул зеленую кофту и посмотрел в зеркало. — Не будь усов, и вышел бы молодец и молодец, — сказал он с усмешкой. И как право странно рядятся эти женщины, точно писанки на Пасху, распотешь я теперь всю сходку. И набегается, насмеяться и навселиться моя найдусь, а моя зорька, моя краля ненаглядная. Он погасил огонь, вышел из хаты, запер дверь и ступил за ворота. Город молчал, светлая глубина неба переливалась тысячами звезд, месяц неподвижный ярко стоял он горою кременцом. — Вперед, Евтух, Остапыч, вперед! — сказал сам себе Евтух, двинувшись в путь, попустил и улицы, и вдруг заболтал по воздуху ногами. Протер глаза, посмотрел вниз и обомлел от ужаса. Земля у него далеко-далеко под ногами, а его тянет кверху какая-то невидимая, страшно могучая сила, и он летит все выше и выше, покидая облитый лунным блеском город и быстро растекая воздух ночи. — Что? Будешь теперь смеяться да грозить? — спросил за плечами чей-то голос. Евтух обернулся и увидел, что маленький черненький бесенок торчит у него за спиной, и мохнатые лапы беса держат его под руки. Вот тебе и невеста, и горилка, и твои вечерницы, — говорит Форубку черт, быстро унося его все выше и выше. Холодом обдало парня при мысли о мести и силе нечистого, и со страху он закрыл глаза. Когда он вновь посмотрел, земля, город, лес и окрестности все исчезло под его ногами. Он летел в необъятной пустоте, и воздух шумом скользил мимо его ушей. — Куда ты несешь меня, дядюшка? — спросил опомнись Евтух. — А вот я сейчас тебе скажу, — ответил у него за плечами. Я тебе, брат, посажу верхом на месяц, и посидишь ты у меня на нем день, два, а может и год. Разве когда месяцу придется спуститься до краев земли, успеешь ты соскочить на стог травы или на какое-нибудь дерево. А как я неравн засну и упаду с месяца? — Ну туда тебе и дорога, — ответил черт и рванул его еще скорее. — Прощай, Найда, теперь ж я не увижу тебя никогда, — подумал я втулг и отдался на волю беса. Летел он долго, минуя воздушные пространства. Наконец месяц, спрятавшись и опять явившись, мелькнул между разбежавшихся тучек и стал к нему так близко, что он, как после сам рассказывал, мог даже разглядеть, из чего он сделан. А сделан месяц, по его словам, из серебра, только вызлочен, как блюдо, из хорошей посуды, да еще в одном месте. Должно быть, задело бы что-нибудь на земле, позолота потерло с этого пятна на месяце. Он поднялся высоко и вдруг слышит, что-то в воздухе шумит, и в то же время черт за его плечами сдрожал и увильнул, отшатнулся в сторону. — А, так ты девок таскаешь такой сикой! — раздался хриплый и сердитый голос. Старая сморщенная ведьма верхом на метле налетела на беса с поднятыми кулаками. — Да, это, помните, не девка, а парень! — пропищал нечистый. — Как парень? — Ах ты такой сикой! — Ах я юбка! — Да вы, Мавра Ануфриевна, да я права уж, я вам говорю! — кричал черт, осыпаемый кулаками ведьмы. — Вот я тебя, вот я тебя! — кричала ведьма, от ревности и злобы, не зная, с какого конца получше отсчитывать удары. Она ухватила беса за хвост из-за гривок и стала так его трясти, что с ее рыжей косы слетел платок, а из когтей черта выпал я втулка и камнем полетел на землю. — Ну уж теперь мне не сдобровать, — сказал бес, и поднесся выше и выше, сели стряхнуть с себя злую ведьму. И долго в воздухе сыпались клочки волос, и крупная брань беса и ведьмы оглашала темные пространства, а я втулка камнем летел на землю. Между тем веселый раз беседа в низенькой светелке подгородной мельнице. Складчина эта трасса удалась как нельзя лучше, потому, во-первых, что мельник, старый вдовец из Кряга, уехал в Чугуев на ярмарку, а дочка его стала с хозяйкой ухаты. И, во-вторых, потому что многие из изюмской молодежи надеялись на этот раз привести к окончанию свои сердечные дела. Пол мельниковой хаты был чисто прибран и вымазан заново охрую. Стены также вновь выбелены и украсились вениками и пучками цветов. Печь ярко горела, и в ней шипели на горячих сковородках в масле пшеничные орешки, ячные блины и сластены. Дубовый стол, покрытый белой скатертью, помещался в главном углу под образами. На нем стояли графинчики с горилкою. На лавке у печки близ двери в темную комнату лежали куски сдобного и пресного теста, яйца, свиное сало и стручковый перец. Вокруг этого стола две молодицы, и одна из них и в голободах лопотали над печеньем и замешиванием сластен и орешков. По скамейкам, опрокинутым ведрам и корытам вокруг хаты сидели девки и парни. Смех, говор и песни перемешивались с треском печи и жужжанием веретен. Девки, сидя на разных донцах, тянулись с грибней пряди и бойководили веретенами. Иные сидели молча, другие пели песни, а третьи болтали и щебетали, как ласточки в весеннее утро. Парни, кто за столом, кто на перевернутом бочонке, а кто и просто на полу, сидели и тоже занимались разными работами. Иной точил деревянную чашку, другой строгал веретенос своей красавицы, третий гнул дугу, четвертый расписывал вывеску для хатарянского кабака, а иные говорили сказки. Сказки сменялись хоровыми песнями. По окончании одной из последних длинный ткач Бублик вдруг приложил ладонь к уху и, дав знак рукой, чтоб все замолчали, затянул тоненьким голосом весьма жалобную песню. Это не помешало ему протянуть в печку спичку и потянуть оттуда под общий хохот горячую галушку. Все веселились, хохотали, шумели, рассказывали сказки. Не веселилась одна хозяйка, мельникова дочка. Прошло уж немало времени, а Евтуха не было, да и не было. Сперва она думала, что он зашел к своему приятелю-писарю. Потом ей казалось, что он только притворяется, давно уж пришел и спрятался где-нибудь поблизости за хатую. Ожидая, что она вот не вытерпит и выбежит сама к нему навстречу. Найда уж готова была встать и выйти, как будто невзначай. Нет, — подумала она, — лучше подожду его. Нечего баловать жениха, положившему палец в зубы, ткни вы и ниш. И она осталась. Прошло еще несколько времени. Найда забылась и слушала, водя вертином страшную сказку, которую начал ткач. Нитка пряжа у нее оборвалась, и она вырнила вертину, нагнулась под стол, и вдруг видит в углу под лавкой сидеть что-то худенькое, маленькое, черненькое, и, виляя хвостом, смотрит горящими, как угли, глазами. Найда обомлела от ужаса. Черт между тем посидел и веркнул в дверь. Дверь за ним тихо створилась. Кроме Найды никто не заметил ни его появления, ни бегства, сказка тянула своим чередом. И вот чувствует Найда, что непонятная сила тянет ее с места за дверь. Она знает очень хорошо, что за дверью в темных синях ожидает ее тоже страшное чудище, что за дверью она перепугается до смерти, знает, и, дивное дело, не может себя победить. Встала она с лавки, тихо сложила гребень и отворила дверь. — Куда ты, Найда? — спрашивают ее подруги. — А я вот в сарай. Коровье сено нужно подложить. Ступила бы в темные сени, в сенях ни души. Она на крыльцо, и на крыльце никого не видно. Площадка перед хатой и так же пуста, и только под забором маленького садика бегает кот. — Васька, Васька! — стала звать она кота. Кот вошел в калитку садика. Еще забежит в лес, — подумала она, — шляется с соседкими кошками. Но не успела сделать пяти шагов, как кот к ней обернулся. И стал мяукать и расти. Холод пробежал по ежилам. — Брысь! — закричала она. Кот ощетинился, выпустил когти, страшно зверкал зелеными глазами, так что осветил соседние кусты и плетень. Замяукал еще сильней и, выгибая, стал расти и расти. Найда хотела бежать и не могла. Ноги не случались. Хотела кричать, язык как во сне не двигался. А кот прыгнул и, поднявшись на задние лапы, протянул к ней усатую морду. Тьфу! — крикнула Найда и спрятала лицо. — За что ж ты бронишься? — спросил у нее нежный и сладкий голос. Найда смотрит. Перед ней встречный кот. А Евтух? Ее Евтух, ее милые сужины, это ты, Евтух, я моя кролечка. Как же ты напугал меня! Бог знает, чем показался. И кинулся она к нему на шею и потащила его за руку в хату. — А, Стапович Шаповаленко! — залепетали вокруг парни, собеседники. — А мы вас ждали и да все думали, куда это вас занесло. Найда от радости бегает по хате и ставит на стол миски с угощениями. Евтух, крутя усы и нахмурившись, стоит посреди хаты, не снимая шапки, и сурово поглядывает по странам. — Будет вам щебетухи языком тарахтеет, — сказал пкач, — садитесь вечерить. Найда всыпала в миску вареников. Все при этом бросили болтовню и крестя сели за стол. Евтух молча сидел сложа руки. — А ты что ж по нам расселся? — спросил его с досадою Найда, видя его невежливость. — Невелика птица, на полотенце, да залезь в свои шаровары, а то еще как раз с усов капнет. Евтух нагнулся к столу и раскрыл рот. И в ту же минуту дивные дела произошли в хате. У одного из парней в кармане были припасемные орехи и рожки, и вдруг карман раскрылся. И орехи, а то мурашки, будто воробьи стали вылетать оттуда, направляясь в рот Евтуха, который только раскусывал их. Долго никто не мог прийти в себя от изумления. — Э-э-э, да что ж это такое? — подумали в один раз все гости и остались неподвижными. Молчание сделалось такое, что слышно было, как муха жужжала и билась где-то под опрокинутым кувшином. — Ой, лелечка, братцы! — караул! — закричал вдруг ткач, весь в муке, вскакивая из-под стола, куда нагнулся искать упавший кисет с табаком. — Да это не Евтух! Это, брат, такое, чего и назвать нельзя, у него хвост собачий, смотрите! — Черт! Черт! — закричали все, и в мгновение ока, выскочив из хаты, выбежали и побежали, куда глаза глядят. В то же время у мнимого Евтуха упала с головы шапка, и на лбу сверкнула пара золотых рожек. — Так вот кто я это! — подумала Найда, и замерла от ужаса, оставшись глаз на глаз с тем, которого, по словам ткача, даже назвать-то было нельзя. Выроненный из рук чертом, Евтух стремглав понесся с неба, посылая прощание милых и ожидая каждое мгновение, что вот снизу, из воздушной тьмы, выяснится река, болото или сухое рогатое дерево, и он распростится навеки с жизнью, как вдруг, неожиданно почувствовал под собой что-то мягкое. Он осмотрелся и видит, что упал со всего размаха в сток свежего пушистого сена и утонул в нем по самую шею. Почувствовав приятный запах травы, Евтух сперва убедился, что все ребра у него целы, потом выкарабкался из сена, лег на сток и посмотрел вниз. Возле стока был разложен огонь, толпа чумаков, наклонясь над чугунным котелком, укуля трубки, сидела у огня. — Здорово, паны, браты! — сказал со стока Евтух. Чумаки, не поднимая головы, не двинули ни плечом, ни усом, а только в один голос ответили, — и ты будь здоров. — А я к вам! — сказал опять Евтух. — Милости проси им! — ответили чумаки, не поднимая головы и спокойно сося коротенькие трубки. Евтух оправил на себе бабью юбку и кофту и с такой речью обратился к чумакам. — А посмотрите-ка, добрые люди, в чем я? Чумаки внули изо рта трубки и подняли к нему головы. — Хорош? — спросил Евтух. — Хорош. — Ибо шмаки хороши? — Хороши. — А платок? — спросил Евтух. Чумаки, которые опять было принялись курить, удивляясь, что это за человек их расспрашивает, и откуда он взялся, опять отняли изо рта трубки и, смотря на Евтуха, ответили. — Хороший платок. — Хлеб же, соль вам! — сказал нежданный гость, спускаясь на землю со стога. — Должно быть, борщ варите старанью. — Нет, кашу с салом. Евтух спустился на землю и подсел к костру. — А позвольте узнать, господа чумачество, откуда вас бог несет из Крыма. За солью ездили? За солью. — А где мы теперь? — Паны, браты! — прибавил Евтух. Чумаки молча переглянулись. Вот насмехается человек. То есть, как оно, насчет то есть? — Ну, я спрашиваю, где это место, на котором вот мы теперь сидим? — прибавил Евтух, указав пальцем на землю. — Где это место? — спросили чумаки, опять переглянувшись между собой. — Да, добрые люди, за Мелитополем. — Слышал, слышал, братцы, про Мелитополь, слышал? — Этот нас верст пятьсот будет. Ища туда, то есть, фу, отсюда, коробейник к нам с сицами ходит. Но хватил же нечистый. В полночи пролетел полтыщи верст. Чумаки перестали курить. — Так ты, стал быть, не здешний, спросили они. — Не здешний. Я из изюма, коли знаете, еще сегодня ходил там по базару и купил себе шаровары, — заметил Евтух, да и запнулся на этом слое. — То есть просто диво! — вздохнул он и, придвинувшись поближе к чумакам, стал рассказывать обо всем дивном и непонятном, что с ним случилось в тот вечер. — С пьяну! — думали, глядя на него чумаки. — А да что, — сказал в заключении Евтух, — я вам, братцы, скажу еще такое, что просто со смеху за бока ухватишься. Дайте трубочки покурить. Как летели мы с чертом! Встретилась нам ведьма, рыжая и да старая, такая старая, что только вранье опугать. Завидел меня у него в лапах, подумал, что я не казак, а девка, потому что в этой юбке и был, и вцепилась в него. Не чистый выронил меня, а с головы ведьмы свалился платок. Так она, простоволосая, полетела с ним под самые звезды. Когда я падал сюда, вижу, по дороге летит оброненный ведьмой платок. Я его схватил на лету с собою, должно быть вещь важная. Заключил я Евтух и, спрятав трубку за пазуху кофты, выложил перед глазами чумаков яркий, нивидного цвета платок. Эк, бесово племя, да еще козырится, прибавил я Евтух, собираясь спрятать находку, и видит. Сзади его на корточках сидит тощая, простоволосая старушонка, и из его плеча протягивает костлявую руку. — А-а-а! Так ты тут! — закричал я Евтух, так что чумаки привскочили на месте, и ухватился за сморщенную лапу ведьмы. Ведьма заметалась, закричала, как заяц, когда собаки поймают его за длинные уши, и стала, подпрыгивая, подниматься. Сев Тухом из кружка изумленных чумаков, тихо всплыл он с ней опять на воздух, и, освещенный блеском костра, взмахнул ногами. Стал исчезать в темноте, превратился в красноватую точку и скрылся. И долго ищемаки в серых бараньих шапках сидели под стогом с опрокинутыми головами и неподвижно смотрели в темное небо. Как легкое перо, носимое ветром, летел я втух по небу, держа за руку ведьма. Ведьма бросалась со стороны в сторону и стонала, выбиваясь из сил. Наконец она поднялась так высоко, что, как рассказывал впоследствии я втух, чуть не зацепила за край месяца и стала потом опускаться на землю. Я втух не унывал и, держа за ее руку, смотрел вниз. И вот он видит. Далеко-далеко внизу сверкнули огоньки. — Сперва один, потом два и, наконец, целые сотни. Что бы это такое было, — думал я втух. — У нас в изюме давно уж спят, уж не Полтавлет или Бахмут. Воздух с шумом летел мимо его ушей, а с земли неслись к нему навстречу чудные картины. Утесы и горы, покрытые лесами. На скалах каменная крепость, башни, лес, глубокий, как колодцы, долины, и, наконец, целый огромный город, залитый огнями. Я втух только высматривал, обо что им придется грянуться и распроститься с жизнью, и вдруг почувствовал, что снова тихо и плавно на что-то опускается. Он встал на ноги, а, видимо, утомленная несением здоровенного парня, воспользовалась счастливым мгновением, вырвалась у него из рук и с быстротой, мол, не исчезла в темном пространстве. Я втуха кинул взором окрестности. Богатый город расстилал своего ног. А сам он стоял на плоской крови высокой башни. Где что он? И что это за город? Башня помещалась в нижнем отделении сада, идущем уступами в гору. Вокруг башни ряд тополей. Далее вправо небольшой пруд, окруженный мраморной набережной. Кусты широколистиника темнеют здесь и там, и месяц ярко отражается в стекле пруда. Другая, более высокая, ограда окружает и тополи, и пруд, и башню. За осадом виден пространный двор. Его поступают высокие терема с островерхими крышами и причудливо резными окнами и дверьми. В глубине двора возвышается новая башня с воздушным крыльчком. Глядя на огоньки в окошечках домов, прилепленных к уступам гор, между которыми лег город, и автуху показалось, что по сторонам его не горы, а громадные дворцы с тысячами окон. «Нет, это не Полтава», — сказал он сам себе. «И для того, чтобы убедиться, точно ли он все это видел наяву, а не во сне, ущипнул себя за ухо, а потом за нос, ничуть не бывало, он точно не спит и находится в каком далеком дивном городе». Осмотревшись еще несколько раз вокруг себя, Евтух протянул руку в карман кофты и, вынув оттуда трубку, взятую чумаков, а из шаровара гнива вырубил огня, и, стоя на крыше, башня принялся курить и посматривать на город, на скалы и небо, а на боевых пць хорошо, — подумал он, глядя на пруд. И, нагнувшись с башней, увидевшись с ней очень легко, тополь рос у самой ее крыши. Недолго думая, он уцепился за ствол и стал спускаться на землю. Но не успел миновать и половина, и дерево. Как дверь из терема в садик отворилась, и целая толпа женщин в белых покрывалах и в желтых и красных остроконечных башмаках подтянулась через крыльцо к пруду. За женщинами шел черный губан-араб в широких шароварах, зеленой челме и с саблевью поясом. Сердце застыло в груди, в духа, и руки приросли к стволу тополя. Он остановился в воздухе, а обошедшие женщины, не замечая его, с хохотом и с криками окружили пруд, и в пяти шагах от него стали скидать себя длинные легкие покрывала. Найда, оставшись между тем глаз на глаз, с чертом долго не могла опомниться. В нем я в дух сидел перед нею за столом и пристально глядел на нее. Наконец он шевельнулся, воправил ус, кашлянул и протянул к ней руки. — Крали ты моя, Найда, садись возле меня, да обними, да поцелуй! — Найда вскочила. — Сгинь! Сгинь, такая Анна нечистая! — крикнула она и бросилась в другой угол хаты. Без засмеялся и кинулся вслед за ней. Найда, несмотря на то, что приходилось возиться с чертом, ловко увертывалась, отбивалась от него. Уж одна из лап нечистого ухватила за рукав рубашки, а другая порвала нитку красных гранатов, и те со звоном посыпались на стол и по лавкам. Уж она почувствовала на своих щеках дыхание черта. — Явтух! Явтух! — закричала она в отчаянии, и одним взмахом руки, отбившись от объятий беса, кинулась в темный чулан, заперла за собой дверь и наложила на нее крестное знаменье. Черт грянулся в двери и остановился. Найда в страхе смотрела в замочную скважину и увидела странные вещи. Беспринявший образ парня сел за стул, придвинул к себе миску оставленных вареников, достал с полки здоровенную флягу водки и с голоду принялся закусывать. Все было тут же вскоре очищено. Тогда черт принялся выглядывать, как бы удобнее лечь спать. Мастился он долго и безуспешно, лег на лавку узко, лег на пол холодно, лег на печку жарко. Найда, охмелевший бес, подошел к столу, на котором местили тесто и лег прямо в муку. Только и здесь еще провозился немалое время, то ляжет так, что голова свесится, то ляжет так, что свесятся ноги. Наконец он лег поперек стола, то есть в таком положении, что с одной стороны свесились ноги, а с другой голова и заснул. Найда подождала еще несколько времени, усмехнулась, отыскала в подьмах свою шубку, постлала ее на сундуке, начала молиться долго и не спеша, перекрестила все углы, окна и двери, легла тоже, свернулась клубочком, да и заснула, ищеня правясь от тревоги и волнения той ночи. И долго во сне и мерещилось все, что она испытала, и пьяный сатана на столе, который храпел не хуже хмельного отца Найды, каким-то возвращался на раз с ярмарки. Ни жив, ни мертв сидел Явтух на тополе, держась за ствол, и смотрел на непонятные вещи, происходившие вокруг него. Женщины, скинув покрывало, вошли в ограду пруда и стали скидать с себя серьги, золотые шапочки, пестрые туфли, наконец, стали расплетать длинные косы. — Надо б насказать, что Явтух был вообще храбрый и смел, только с своим братом. Женская ж красота совершенно отнимала у него всякую прыть. — Боже ж ты мой, боже мой, что ж это будет? — думал он, глядя из ветвей тополя на толпу раздевавших с красавиц. С криками и хохотом кинулись незнакомки к воде, а раб, зевая весь рот, ушел в тире. Красавицы, между тем, уселись на ступеньках ограды и, скидая с ножек башмаки, некоти и шеловливо опускали ноги в холодные струи. Вот они расстегивают шелковые пояса, готовятся сходить в воду. — Господи, боже ты мой, что ж я делаю? Зачем я смотрю на этих женщин? Ведь они же совсем и не знают, что я тут. Недолго думая, спустился он с дерева на землю, поднял одно из покинутых покрывал и, закутавшись в него, сел на берегу пруда. Купальщицы его приметили. — Это кто? — закричали они. Я втуг закутался с головой. — Это ты, Ханым! Это ты, Шарфе? — заговорили купальщицы и стали плескаться, прыгать и возиться, как маленькие рыбки. — Ну, — думал я втуг, жмули глаза, — что-то будет дальше. — Да что ж ты молчишь? Выходи, раздевайся и полезай в воду купаться с нами. — Ай, юсы! — закричали вдруг некоторые, и все пугливо бросились в воду. — Что вы испугались, добрые пани? — проговорил я втуг. — Я мещанин из изюма. — Э-э-э, это и вправду казак, — сказала одна из красавиц по-русски. — Ну да, казак, — прибавил я втуг, — лукавый бес занес меня и опустил он на ту башню. Возгласы изумления раздались из воды. — А скажите, пани, где это мы теперь? То есть какой это город? — Бахчисарай. — А далеко это будет от изюма? — Считай сам, это столица Крымского ханства. — Крымского ханства! — вскрикнул я втуг, всплеснул руками. — Это еще дальше Мелитополя будет. — Тссс! Что ты? — Не говори так громко, а то как раз разбудишь всех во дворце, — сказала незнакомка. — Ложись лучше в этот ящик, мы оденемся, и тебя потихоньку пронесем в наши комнаты. — Да кто вы такие? — спросил я втуг, занося ногу в ящик. — Мои жены Крымского хана, лежи смирно. И красавицы бережно понесли его в тень. Когда я втуг почувствовал, что ящик снова опустили, он приподнял крышку и встал на ноги. Стены гарема, где он очутился, были обтянуты красным сукном. По полу валялись подушки. С зеркалом камина было обито фольгою. Дрожащий свет лампады из разноцветных стекол лился с потолка, и легкий дым курильницы, стоявший у завешанной двери в другую комнату, слался по полу. Я втуг не мог надевиться на все это, и, подняв голову, оглядывался по комнате. — Какой хорошенький! — сказала одна из красавиц по-своему. — Какой страшный да усатый! — прибавила говорившая по-русски. — Давайте, сестрицы, свяжем ему руки. Да оденем его в наши наряды, ведь одели же его где-то казачки в юбку. — Ах, да какой он смешной! — закричали остальные, хлопая в ладоши, еще теснее окружая гостя. Я втуг вежливо и молча стоял перед ними. Одна из жен обратилась к нему с просьбой. — Повесели нас твоими рассказами. Какою силою занесло тебя суда? — Просьбу эту ему перевели. Я втуг почесал за ухом. — Да что ж это такое я вам, пани матки, расскажу? Я, право, не знаю. Язык как того не ворочается. — А вот мы его подмажем! — сказали более догадливый. И с этими словами его усадили на мягкие подушки, поставили перед ним низенький столик, а на столик большое блюдо с яблоками, персиками, виноградом и татарскими пряниками, и принесли ему ханский кальян. — Начать с того! — заговорил Я втуг. И всю ночь рассказывал он красавицам свои похождения, которые тут же и переводились. Когда на подносе не осталось уж ничего, Я втуг встал и, покачиваясь, сказал, — Теперь уж все, теперь уж я пойду отсюда. — Как пойдешь? — спросили с удивлением красавицы. — Да уж, мне уж пора домой. В комнату проникал бледный рассвет зари. — Ах, какой ты чудной! Ведь сам же ты говоришь, что от твоей родины до нас чуть не тысяча верст. — Ай, то правда! — вздохнул Я втуг, почесывая за ухом. — А, впрочем, нет. Уж лучше уж я пойду. — Да ведь вокруг дворца течет речка, и часовые стоят у поднятых мостов. Если тебя увидят да поймают, то приведут поутру к хану. На дворцовом мосту отсекут тебе голову, положат тебя в мешок, да так без головы и бросят в воду. — Эй уж, нет уж, я лучше пойду, — твердил Я втуг, пробирая сквозь толпу красавиц к двери. — Так хоть, по крайней мере, погоди ты, бешеная голова, мы тебя вынесем опять в ящики, в сад, а ты опять влезешь на крышу, оттуда спустишься на улицу, а вось найдешь в городе какого-нибудь жида, а он тебя и вывезет в таратайке под мешками. И, уложив его снова в ящик с нарядами, красавицы вынесли его в сад. Я втуг толкнул крышку и оглянулся вокруг себя. Мейс опустился за горы, и румяная полоса на другом конце города выказывалась из-за плоских крыш, в воздухе свежела, роса сверкала на листьях цветов. Вот близкзари прокрадывался по островерхим минаретам, плоским крышам саклей и по трубам, позолоченных кровель ханских дворцов. Я втуг протер глаза. Что это такое? Перед самым носом торчит опять вчерашняя рыжая стружонка. Не унывай, казачья, — говорит она, — прости меня и забудь прошлое. Дай только мне найти, да порядком проучить того косолапого, что тебя вчера обидел, так и мигом тебя донесу домой. Кого найти? Какого косолапого? — спросил с изумлением я втуг. — Чёрта! — ответила ведьма. — Моего губителя, изверга. Он теперь заперся на мельнице с твоей невестою и сидит там всю ночь окаянной. — С моей унайдою! — закричало все горлое втуг. И так ухватился за тоненькую лапу ведьмы, что-то невзвидело света. — Неси меня, распропащая твоя душа, неси, а не то вот клянусь тебе и измелю тебя в табак. И, вскочив на спину ведьмы, я втуг стиснул её коленями, засучил рукава и поднял здоровенные кулаки. Ведьма сперва пошатнулась, заскребла с лапками, как мышь, а потом понемногу выпрямилась, подпрыгнула и стала подниматься с парнем на воздух. Она полетела сперва к крыше терема, потом через двор к мечети и, наконец, стала косвенно подниматься кверху. Ханская стража заметила их. Во дворе, в саду и на улице поднялся сильный переполох, махались саблями, раздавались крики, даже послышался оружейный выстрел. Но трудно было догнать улетевших. Поминай, как звали. Сидя на плечах ведьмы, я втуг недоумевал, как-то она, не двигая ни руками, ни ногами, летит быстрее облако, гонимого ветру. В это время он поднялся так высоко, что кое-где на земле ещё были сумерки, а он ж увидел вдалеке красный шар солнца, который вот-то купалось в волнах большого озера, готовясь выкатиться в ясное небо. — А какое-то озеро, тётка? — спросил я втуг у ведьмы. — Это Чёрное море. Там много хорошей тарани, да и всякой другой рыбы. — Эй! — подумал я втуг и отшатнулся. Прямо в глаза ему налетела лёгкая прозрачная тучка, и он исчез в ней точно в волнах серебристой кисии. Когда он вылетел снова на свет, в его волосах и на рубашке блестели капли росы, а тучка далеко-далеко внизу виднелась лиловую точкою. В иных местах, когда уже несколько раз свело, он увидел в воздухе ранних жаворонков, у которых глаза ещё спали, а они уж поднялись в небо и славили своими песнями восходящее солнце. Из трубы какого-то села вылетел в серебряной одежде светлый дух, держа на руках что-то. — Это что такое? — спросил я втуг. — Это ангел Божий уносит в небо так что умершую девушку. — Уж не моя ли найда? — вздохнул я втуг. В другом месте он совершенно наткнулся на распластанного под блоками коршуна, который осторожно глядел вниз в траву и выбирал себе утреннюю поживу. Я втуг хотел ему дать по дороге порядочного тумака, но одумался, чтобы не сорваться с ведьмы, и полетел дальше. — А это какие голубые облака? — спросил он ведьму. — Это черкесские горы, покрытые снегом, и снег этот никогда на них не тает. — Как-то никогда не тает. — Так же никогда. — Стоп, и вксавицу не тает, и вксавицу не тает. — Чудеса, да и только! — подумал я втуг, и стал снова всматриваться в бесконечные пространства земли, выходившие под ним из ночных сумек. — А это что такое? — спросил он, указывая налево через плечо. — Точно жар горит. Должны быть чумаки, чужие леса подожгли. — Это город Киев, и в нем так золотые главы церквей горят. — Эй! — подумал про себя Евтух. — Какой же важный город Киев! — Да никак в нем уж и к заутренней благо вестит, и он еще пристальнее начал глядываться вниз. — Послушай, как тебя звать, Мавра Ануфриевна, что ли? Это ж на базар выходит. Ишь ты, как народ повалил на улице, и должна быть ярмарка. В Киеве каждый день ярмарка. Уж такой хлопч горд удался. Заметила ведьма и понеслась еще быстрее. — Да куда ж святак несет? Погоди, скажи-ка, тетка, где Москва? — Москва казачья так далеко, что нужно еще в десять раз подняться выше. Вот тогда увидишь не всю Москву, а одного лишь Ивана Великого да царь Пушку. — Ну, а вон то ж такое танцует, — спросил, молчав Явтух. — То плесовицы и бабы некрещенные. Выходит всякое утро рано на заре с распущенными косами на вершинах курганов солнца встречать. — Пора, пора, — проговорила неровным голосом ведьма. — Надо петухов обогнать. И она помчала стрелой. — Как петухов обогнать? — Под нами, как пролетали к Катериновку. Давно уж в первый раз прокричали. Скоро прокричат в другой раз, а до третьих петухов надо все покончить. — Эх ты, машина и кума, где была? — заметил Весел Явтух, покачивая головою. — Что ты сказал, хлопче? — спросила ведьма, оглядываясь на него. — Я спрашиваю. — Что это такое выяснилось там внизу? Точно коровы идут по зеленой травке. — Это вправо Даниловка, далее в Гусаровка, далее и Пришип, Петровская, а еще далее Хайков. — Ну, а это какие серебряные ленты протянулись точно змеи по лугам? Это казачьи реки, Донец, берег Татарец со своими озерами. Не успел оглянуться Явтух, как земля, горы, леса и весь изюм понеслись к нему навстречу. — Тише, тише! — закричал Явтух камнем, падая на кривую березу, что росла у самой мельниковой хаты. — Ничего, хлопче, сиди так смирно! Ответила ведьма и тихо опустилась на землю под березой у порога хаты. — Теперь слезай с меня и отворяй двери. Твоя невеста их перекрестила, и мне туда не войти. Явтух встал на ноги, хотел войти в дверь. — Нет, погоди! Черт теперь спьяну спит, так ты его не буди. А прежде ступай в кладовую и вводи оттуда свою красавицу. С косолапом же я сама справлюсь. С трепетом подошел Явтух к кладовой, в которой спала Найда. Чуть переведя дух, он взялся за дверь. Еще в первый раз в жизни он переступал порог, за которым спала его суженая. Он повернул скобку у двери и остановился. — Нет, — подумал, махнув рукой, — не войду. И прибавил шепотом, наставив губы к замочной скважине. — Найда, вставай, одевайся, выходи. — Кто там? — спросил тихий, чуть слышный голос. — Это я, Явтух, твой Явтух, моя кралечка. — А есть ты, Явтух, а не тот, что лежал на столетке перекрестись. Я буду в щелку смотреть. Явтух перекрестился, дверь отомкнулась. Явтух и Найда бросились друг к другу. — Какой же ты странный, Явтух, в этом наряде. — Ничего, моя зоречка, пойдем отсюда, после я тебе все расскажу. Он тихо увлек ее из хаты. И тут, только проходя мимо двери, заметил, какая образина лежала на столе, свесив на пол на ноги и отекшую пьяную голову. Они вышли на крыльцо, а ведьма с порога прыгнула в хату. И скоро там послышались крики, брань, виск, шум. И в растворенную дверь запыхавшаяся ведьма злобно вытащила за чуб мнимого казака. — Вот я тебя, вот! — кричала на треплябеса за волосы, как бабы треплют мочки и льна. — Вот я тебя! Теперь не скажешь, что не бражничаешь, да не гоняешься за девками. — Да что вы! Да помилуйтесь! — стонал жалобным голосом черт, успевший принять свой бесовский образ. — Вот я тебя! А, за девками! — игр от кулаков сыпался на стану. К его счастью! — прокричали петухи. Ведьма опять ухватила худого беса одной рукой за хвост, а другой за гривок, повернула его вверх ногами и поднялась с ним на воздух. — Вот тебе и на! — усмехнулся Евтух, прижимая к сердцу Найду. — Поплотился-таки вражей, сын! Ишь-то, как удирают! Точно москаль с краденым индюком на ярмарке! — Ну уж, ночка! — прибавил он нежно, глядя на Найду и ласкаясь к ней. — Да! — сказала, вздохнув, Найда. — А где ты был все это время? — В Крыму! — ответил Евтух. — Как в Крыму? — В Крымском царстве? — В Крымском царстве. — Любит прибавить брехон! — Да нехть поверишь, что был он сегодня в Крыму! — проговорил у Евтуха за плечами басистый голос. — Нехть поверишь после всего, что сейчас видел! Евтух и Найда оглянулись. За ними на подъехавшей тележке сидел старый мельник и, закинув кверху голову, смотрел в небо. — Все расскажу вам, Семен Потапыч! — сказал Евтух, кланяясь в пояс мельнику. — Ничего не утаю, только отдайте за меня Найду! И он замер в ожидании ответа. Найда стоялась в сторонке, закрыв лицо рукавом. Мельник сбросил с телеги кучу пустых мешков, слез наземь, перекинул на спину лошади вожди и, взявшись руками в бока, задумался. — Разве ж потому, — сказал он, наконец, поглядывая поверх хаты, — что счастливо продал муку в чугуеви? — Так быть, дочка, так быть, Евтух, так ж ты, брат, не отвертишься, расскажешь все, как было. 1852 год — Продолжение следует...